Рассмотрим основные способы защиты против психологической атаки. Дистанцирование предполагает увеличение физической или психической дистанции, прекращение контакта с агрессором, выход из поля его влияния. Суть метода амортизации заключается в том, чтобы подыграть атакующему, согласиться с его доводами, не принимая их при этом всерьез. Да, конечно, конечно. Не повезло тебе с мужем. Бывают случаи, когда нужно поставить агрессора на место. В этом случае применяется контратака. Давайте познакомимся с возможными приемами контратаки. Да что случилось? Немедленно выключить свою музыку. Выключить музыку? Я сейчас милицию вызову. Милицию вызовите? Вы так топайте, что у меня штукатурка с потолка сыпется. Штукатурка сыпется? Ненормальный какой-то. Прием эха состоит в повторении слов нападающего. Атакующий раздражается, нервничает, теряет преимущественное положение. В конце концов решает, что у собеседника не все в порядке с головой и отстает. Штукатурка сыпется? Ненормальный какой-то. Немедленно выключите свою музыку. Да не волнуйтесь, мы все уладим. Я сейчас милицию вызову. Не волнуйтесь, мы все уладим. Вы так топайте, что у меня с потолка штукатурка сыпется. Не волнуйтесь, я же говорю, мы все уладим. Ну, смотрите у меня. Прием заезженной пластинка похож на предыдущий прием, только вместо переспроса с самым серьезным видом повторяется одна и та же обтекаемая фраза. Не волнуйтесь, я же говорю, мы все уладим. Немедленно выключайте свою музыку. Я сейчас милицию вызову. Вы так топчете, что у меня с потолка штукатурка обсыпается. Знаете, а у вас между зубов что-то застряло. Суть приема укол в том, чтобы отвлечь агрессора от производимой атаки, неожиданно указав ему на какой-нибудь недостаток, реальный или мнимый в его внешности, поведении или речи. Знаете, а у вас между зубов что-то застряло. Немедленно выключайте музыку. Я сейчас милицию вызову. Вот хорошо, вот хорошо, что вы зашли. Вы знаете, я сам к вам собирался. Вот вы же у нас в активе дома. Так вот и разберитесь, что за безобразие это происходит. Мы за уборку лестничной клетки регулярно платим, а уборщица месяц уже как не показывалось. А за что? За что мы платим деньги, получается, а? А за лифт? За лифт мы тоже регулярно платим, он частенько не работает. Вы, случайно, не знаете, куда жаловаться надо? Может быть, в ЖЭУ? Ну так вот и разберитесь. Хорошо, хорошо. Ну вот, хорошо, разберитесь там. До свидания. В ответ на выпады агрессора можно также попробовать перехватить инициативу и начать эмоционально говорить на постороннюю тему, не давая такующему опомниться. Хорошо, вот хорошо, что вы зашли. Вы знаете, я сам к вам собирался. Психологическое давление отличается относительной деятельностью воздействия, доминирующим положением агрессора и силовыми методами воздействия. Жертва более восприимчива к давлению, если находится в состоянии страха, тревоги, усталости или растерянности. Этого можно добиться несколькими способами. Какого черта я на тебе женился? Хозяйка из тебя отвратительная, за собой совсем не следишь. Мне на людях с тобой показаться стыдно. Поговорить с тобой не о чем, дура набитая. Сидишь ты на моей шее, дармоедка. Я тебя пою, кормлю, одеваю. Я из шкуры вон лезу, чтобы у тебя все было. А ты? Ну неужели так трудно не злить меня? Опять своей матери на меня жаловалась? Дырянь неблагодарная. Если это еще раз повторится, тебе крепко достанется. Для оказания психологического давления используются различные методы и приемы. Правило взаимного обмена заключается в следующем. Если кто-то оказывает нам услугу, мы чувствуем себя обязанными этому человеку. У нас возникает чувство напряженности или тревоги. Когда человек, сделавший для нас что-то ранее, выражает желание получить ответную услугу, мы, как правило, соглашаемся.